Всем привет, друзья! Привет из солнечной Гранд-Канарии! Я в городе Лас-Пальмас отдыхаю. Уже третий день, и вы знаете, шикарный, огромный город. Здесь, к сожалению, меня встретила аномальная жара плюс 35. Такого, в общем-то, не помнят уже никто из старожилов здесь, чтобы в октябре... Сегодня у нас 10 октября 2023 года, и вот чтобы в октябре была такая аномальная жара плюс 35. Обычно здесь в это время 26-27 градусов. Вот, если вам видно, впереди стоит open-tour, открытый автобус, на который я бы хотела купить билет, проехаться, но вот сейчас не знаю, как долго это ждать всё. Сейчас узнаем, сколько стоит этот тур. Я вижу, что вы поняли, друзья, да? 25 фунтов на 24 часа. Вы можете выйти в любом месте, снова зайти, но это, в принципе, как обычно, если кто-то уже пользовал этот open-tour автобус. Конечно же, здесь нет русских гидов-переводчиков, в автобусе есть наушники и гиды, но вот, слава богу, что есть английский язык. Вот, видите, здесь информация, на каких языках вам дают эту экскурсию с объяснениями. 24 часа действует билет, который вы купите здесь сегодня, если захотите. Я пока посмотрю вокруг, не знаю, честно говоря, 25 евро. Ну, это не так и дорого, конечно, но надо знать, куда он ездит. Я бы не хотела, если бы он меня повёз обратно. Я только приехала в это место, Санта-Каталина, и вообще-то я ещё не готова сразу, я же говорю, садиться и ехать на автобусе. Хотя, вот я посмотрела по карте, там он огромную территорию объезжает. Было бы хорошо, конечно, но это, наверное, в следующий раз я сделаю. Вообще, сегодня я приехала на пляж, я даже оделась так по пляжному. Уже третий день я надеваю купальный костюм, но, к сожалению, вы знаете, с пляжами здесь тоже проблема. Вообще, скажем так, я не ожидала, что этот город Лас-Пальмас, он такой огромный. Это считается самый большой город на Канарских островах. В нём проживает около полумиллиона жителей, не считая ежегодных туристов, которых сюда тоже прибывает очень много, порядка нескольких миллионов в год. Так вот, я неожиданно ошиблась. В каком плане я ошиблась? Я отдыхала несколько раз на Тенорифе, Пуэрто-де-Ла-Крус, если кто смотрел мои видео. Если нет, то вам видео всплывёт вверху. Так вот, Пуэрто-де-Ла-Крус, он, в общем, не очень большой город, и там очень много пляжей, парков, всё в шаговой доступности. Можно, конечно, взять также и автобус, но я вот дважды была и ни разу не пользовалась автобусами. Поэтому в этом году я решила использовать другой маршрут. То же самое на Канаре, только на другой остров, который называется Гран-Канария. Он немного ближе находится к Африке. Это также Испания, как вы понимаете, да, этот архипелаг Канарских островов. И самые большие из них это остров Тенориф и второй по величине остров как раз Гран-Канария. Ну и я думала, что здесь всё практически точно так же, как и на Тенорифе, но оказалось, что совсем нет. И здесь настолько огромный этот город. Он протянулся на 235 километров вдоль всего побережья огромного острова Гран-Канария. То есть это... Я не могу сказать, что это пляжи. К сожалению, с пляжами здесь проблема, напряжёнка, скажем так. Так вот, получается, что океан здесь практически рядом, потому что весь этот город Лас-Пальмас, он растянулся вдоль берега Атлантического океана. Но там волнорезы стоят, там огромные камни набросаны везде. И даже парапет высокий. То есть спуститься там нет никакой возможности использовать море. Тоже очень опасно, потому что открытый океан – это всегда большие волны. Так что получается, что нужно найти специально оборудованный пляж. Их здесь несколько. И вот первый, как мне сказали, центральный, как раз здесь, в этом районе Санта-Катарина. Вот я сейчас буду его искать. Мне сказали, что он такой огромный. Там много кафе, ресторанов, много всяких интересных мест, типа аквапарка, наверное. Ну, будем смотреть, друзья. Я не знаю названия этого пляжа. Я не знаю названия трёх остальных пляжей, которые здесь по всему побережью разбросаны. Да я, мне кажется, если и найду их название, оно у меня где-то записано. Я не думаю, что вам будет это интересно. Если вы хотите почерпнуть информацию конкретную, то это всё есть в интернете. Вот такие улицы здесь, видите, в этом современном квартале. Есть где-то огромные пальмы, но есть такие районы, где зелени практически нет. Вы тоже понимаете, что очень сложно всё это в такую жару сохранить, содержать. Так что я хочу вам сказать, объяснить немножко. Если кто-то соберётся поехать на Лас-Пальмас Гран-Канария, то вот для вас небольшая информация, чтобы знать. Я, конечно же, тоже не знала ничего, и поэтому сразу же попалась. Потому что даже четырёхзвёздочные отели в самом центре, в старом центре или в новом вот здесь центре не гарантируют вам близости к пляжу. И самое интересное, что они, конечно, здесь лукавят. И даже если вы спросите, а как далеко до моря, до пляжа, они вам напишут, что до моря здесь 300 метров. Ну, потому что это действительно так, как я уже сказала, весь город расположен на побережье. Но это не значит, что это до пляжа 300 метров. До пляжа у вас будет где-то порядка двух с половиной-трёх километров. Так что всё нужно сразу уточнять, друзья, чтобы не попасть в Росак. Но если это вас не беспокоит, то, как говорится, пожалуйста. Галаксия Банк, смотрю, показываю вам, да. Что ещё хотелось бы отметить, друзья? Это то, что здесь, в Испании, вообще практически везде, не говорят на английском языке. Здесь только новое поколение молодёжи немного разговаривает по-английски. А вот такие вот люди over 50, ну или моего возраста тем более, они английский язык вообще не знают и не парятся по этому поводу. Вот когда я спросила у своего хозяина, он тоже испанец, конечно же, он знает английский довольно хорошо. И я сказала, что надо же, какая незадача, что здесь английский язык практически никто не знает. И что-то спросить просто невозможно. Они не понимают. Они очень быстро и громко разговаривают на своём испанском, начинают режистикулировать, вам что-то пытаться объяснить. Но, конечно же, если вы не знаете ни одного слова, это не понять. Ну и он сказал, что да, действительно это так. Испанцы не хотят учить никакой другой язык. Их вполне устраивает английский язык. Ой, испанский язык, то есть, извините, оговорюсь. Почему? Как мне объяснили, потому что они оправдывают это тем, что якобы 40% всего населения нашей планеты разговаривает на испанском языке. Я была этому очень удивлена. Вот я, кстати, не знаю, не уточняла. Может быть, если кто-то из вас знает, и что это действительно правильная информация, что 40% населения планеты разговаривает на испанском языке, то было бы интересно узнать, какие именно страны. Хотя я совсем не уверена. Получается, по такой логике, что у нас преобладает во всём мире китайский язык, потому что китайцев, как я помню, что-то такое порядка... Сколько там миллиардов их? На данный момент пять. Что-то я уже не помню, не буду вводить вас в заблуждение. Но тем не менее. Значит, получается, что им не надо учить никакой язык. Но китайцы прекрасно знают английский, например. Смотрите, пожалуйста. Ага. Вот я спросила у довольно молодой пары испанцев. Вы видели, да? Ну, где-то им ещё нет и сорока. Так вот, та же самая история английского языка они практически не знают. Но они сразу, слава богу, показали мне на карте, как мне найти пляж. Я спросила, где тут пляж. А я продвигаюсь дальше и показываю вам этот новый район. Лас Пальмас. И я не могу сказать, что я в восторге. Посмотрите моё видео старого города. Это совершенно другая история. А здесь вот фармасия, это аптека, видите? И здесь вся информация. Вот 33 градуса сейчас у нас. И 10.58 без 2 минут 11 дня. И, значит, я думала, покажут, какой день. Но нет. Сегодня у нас 10 октября, как я уже сказала, 2023 года. Ну, вот такой коротенький репортаж с колен, как я его называю. Чтобы вы меня не потеряли, те, кто интересуется и смотрит мои видео, мне бы не хотелось сделать большой перерыв. И я хочу сказать, что я здесь буду отдыхать ровно 3 недели. То есть до 23 октября я буду здесь. Так что не теряйте меня, друзья, пожалуйста. Я буду появляться время от времени. Если кому интересно, буду показывать продолжение своего отдыха в Лас Пальмас де Гранд Канария. А на этом всем добрым людям всего хорошего. Берегите себя. Всем добра. Всем взаимопонимания. Всем пока-пока.